Новый пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу завтра после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщили европейские дипломаты. Точное содержание документа пока не разглашается. Известно, что под удар попадут крупнейшие нефтяные компании, а также государственные банки России. Нефтяникам закроют доступ к коротким кредитам и технологиям в области добычи ресурса. Западным энергокомпаниям запретят разрабатывать в федерации новые месторождения. А пяти крупнейшим госбанкам России ужесточат условия кредитования. Пострадает и оборонный комплекс России. Ряду предприятий урежут финансирование и запретят экспортировать продукцию в Евросоюз. И завтра вступит в силу также украинский закон о санкциях против стран-агрессоров. Документ уже опубликован в газете «Голос Украины». Согласно документу, ограничения в отношении конкретных иностранцев и иностранных юридических лиц будут утверждаться решением СНБО и вводиться указом президента. Меры против иностранного государства или секторальные санкции после решения СНБО и указа президента утверждаются Верховной Радой. Они вступают в силу в течение 48 часов после принятия. 26 человек освобождены из плена террористов, сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко. 20 из них уже в Днепропетровске. Некоторые доставлены в госпиталь, сообщил руководитель Центра обмена, пленных генерал Владимир Рубан. Переговоры по освобождению заложников на Донбассе продолжаются, однако террористы не всегда соглашаются на условия украинской стороны, которая старается как можно эффективнее использовать режим прекращения огня. И в то же время, по данным Совета нацбезопасности, силы АТО изолируют кризисный район, обеспечивают контрольно-пропускной режим на ключевых направлениях. Несмотря на договоренность о прекращении огня, обстановка в зоне антитеррористической операции остается напряженной. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили около 20 обстрелов блокпостов и позиций подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В районах населенных пунктов Кировская, Авдеевка, Майорская, Староласпа, Малоорловка, Камышеваха, Попасная, Красногоровка, Петровская, Карповка. Позиции в районе аэропорта Донецка были под огнем трижды. Террористы обстреляли также населенные пункты Дебальцево, Донецкой и Пески, Луганской областей, выдавая это за действия украинской артиллерии. И российские военные на Донбасс готовят вооруженные провокации с целью срыва перемирия, сообщает Дмитрий Тымчук. По данным группы информационного сопротивления, в планах террористов обстрелы Донецка с применением градов. Цель провокации – обвинить украинских военных в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, террористы проводят перегруппировку сил. Скопление приблизительно тысячи боевиков замечено в районе села Тельманово и здесь же зафиксированы колонны бронетехники. Накануне не менее 30 российских танков были переврошены в Новоазовский район. И там же работает комплекс радиоэлектронной разведки противника. Украинские войска продолжают соблюдать перемирие и открывают огонь только в ответ. Боевики же продолжают нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщат в СНБО. Боевики на Донбассе начали проверять прописку у местного населения. На временно оккупированных территориях террористы усилили проверку среди местных жителей, сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Лица, не имеющие Донецкой или областной регистрации, задерживаются сепаратистами на неопределенный срок, отметил Лысенко. Москва имеет большой соблазн заполучить сухопутный выход в Крым. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его мнению, Россия испытывает большие трудности с транспортным обеспечением полуострова. Из-за отсутствия сухопутного сообщения туда сложно подвозить воду, топливо и продовольствие. На Керченской переправе стоят километровые очереди автомобилей. Постройка моста через него требует колоссальных инвестиций и времени. Поэтому вполне логично предположить, что Москва попытается пробить сухопутный коридор в Крым. Данная стратегия включает в себя дальнейшую дестабилизацию ситуации в Украине и продолжение военных действий. Количество регулярных российских войск на Донбассе сократилось. Однако наемники до сих пор остаются на восточных территориях Украины. Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам внешней политики и безопасности Джеймс Апарутура. По его словам, у Альянса есть четкие доказательства развертывания российских регулярных военных сил. И на данный момент речь идет о присутствии трех тысяч. Кроме того, по его словам, Россия продолжает поставлять сепаратистам сложную военную технику. Ну и новейшую военную технику, включая самолеты, вертолеты и бронированные машины, планируют закупить и передать армии Министерства обороны Украины до конца года. Заявил директор департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Минобороны Игорь Одноралов. По его словам, вооруженным силам также направят более 500 образцов стрелкового оружия, приборы наблюдения и прицеливания. В основном тепловизоров, а также средства связи и коммуникации. Кроме того, оборонное ведомство планирует отремонтировать уже имеющуюся на вооружении технику. Мы ожидаем до конца года получить 145 основных образцов вооружения военной техники. Это самолеты, вертолеты, бронированные машины и так далее. Более полтысячи образцов стрелкового оружия. Я подчеркиваю, это новейшие образцы стрелкового оружия, отечественного оружия. Это около 2000 приборов наблюдения, прицеливания. Кабинет министров увеличил финансирование на протезирование участников АТО на 279 миллионов гривен. Об этом заявила министра соцполитики Людмила Денисова. Участники антитеррористической операции смогут получить помощь в первоочередном порядке. Уже принято соответствующее постановление правительства. Также планируют выделить бюджетное средство для обеспечения протезирования бойцов АТО за пределами Украины. При Кабине создана госслужба по вопросам ветеранов войны и участников АТО. Она будет обеспечивать адаптацию, реабилитацию и санаторно-курортное лечение ветеранов. Мы будем протезировать безоплатно тех участников АТО, участников боевых действий, которые будут признаны инвалидами, и тех, которые не будут инвалидами признаны. Просто знаете, это очень важно для тех молодых людей, которые не хотят получать статус инвалида. Мы тоже будем их протезировать без такого статуса, за деньги государства. Главные требования Евромайдана могут быть выполнены уже на ближайшем заседании парламента. 16 сентября депутаты могут ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС и принять закон о люстрации, прогнозируют эксперты. По мнению специалистов, это последний шанс для нынешнего состава Верховной Рады хоть как-то реабилитироваться в глазах избирателей. Тему продолжит Наталья Пругар. Требования люстрации уже не один раз собирала активиста возле стен Верховной Рады. Люди еще с весны говорят о необходимости очистить власть. Захват Крыма, теракт в Одессе, нападение на Донбасс – это все живая, страшная реклама необходимости люстрации. И мы уже поплатились большим количеством людей, потому что не провели чистку власти. Чтобы проголосовать за соответствующий документ в первом чтении, нардепам с трудом удалось насобирать необходимое количество голосов. А вот до второго дела никак не дойдет, поскольку в депутатских креслах пока сидят те, кому люстрация как раз и невыгодна. Мы видим, что есть колоссальное сопротивление на заседании комитета, когда рассматривали правки ко второму чтению. И мы увидели, что нет кворума, потому что большинство членов комитета – представители партии регионов и коммунисты. Поэтому депутаты будут требовать от спикера Александра Турчинова передать законопроект на доработку другому комитету. Или же ставить на голосование в нынешнем виде. У нас есть большие надежды, что либо этот комитет, либо другой, если этот будет отказываться, доработает документ с тем, чтобы до вторника, возможно, будет вечернее заседание, и в перерыве его доработаем, чтобы во вторник он был рассмотрен. Тем более, что его одобрили международные эксперты. Есть несколько замечаний. В частности, рекомендуют создать специальный орган, который будет проводить люстрацию. Также советуют сузить круг субъектов контроля догосслужащих 1-3 ранга. Тем не менее, специалисты говорят, сейчас не так важно, учтут ли эти правки или нет. Главное, чтобы процесс очищения власти запустить еще до выборов. Наталья Пругер, Андрей Никонов, БТБ. Переговоры по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом состоятся в Берлине 20 сентября, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Марлене Хольснер. В то же время, эту информацию отрицают в Москве. В Министерстве энергетики России якобы не получали предложений. Стороны должны обсудить условия поставок российского газа в Европу и цену на газ для Украины. Россия настаивает на цене 380 долларов за 1000 кубометров. Официальный Киев заявляет, что это дорого. Реверсные газы с Польши и Словакии обходятся на 50-80 долларов дешевле. Финансовый отчет «Газпрома» за первый квартал текущего года не оправдал надежды аналитиков. Чистая прибыль монополиста упала на 41% и составила 223 миллиарда рублей. Это гораздо меньше, чем предполагали аналитики. Поэтому ценные бумаги компании начали стремительно дешеветь. Лишь в начале торгов на московской бирже акции «Газпрома» упали на 0,2%. Финансовый рынок России замер в ожидании новой порции европейских санкций. Еврокомиссия консультируется с руководством Польши относительно причин уменьшения поставок российского газа сразу нескольким странам ЕС. Как стало известно, Кремль сократил подачу в Польшу на 45%, в Словакию на 10%. Об этом заявила спикер Еврокомиссара по вопросам энергетики Марлен Хольснер. По ее словам, польское руководство в настоящее время выясняет, являются ли причины при остановке подачи газа коммерческими или техническими. Еврокомиссия находится в контакте с польской властью и компаниями для отслеживания ситуации. Потери, как утверждает евроспикер, должны быть компенсированы. Утечки ртути на территории завода «Радикал» не было. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что сообщение, которое разместили некоторые СМИ, фейковое. Ложную информацию распространили из личного ящика руководителя пресс-службы ведомства Натальи Быстре. По ее словам, почтовый ящик взломали. Милиция Киева и СБУ уже устанавливают обстоятельства взлома и ищут виновных. И только достоверная информация в эфире телеканала БТБ. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин